Вотсап, братюни и сестрюни. Да, да, да. Сейчас, сейчас, сейчас я буду учить вас фэшену, вот, самому колхозному фэшену, который существует. Значит, у нас есть футболка, есть ножницы. Я не смогла ее спасти просто. Есть ножницы, да. Я пришел, пожалуйста, пожалуйста, не убивай. Он такой, нет. Дело в том, что эта футболка куплена на H&M, в H&M, и, по-моему, мы даже нигде ее не снимали, не показывали, когда ее купили. Нет, она слишком давно была куплена. Ты еще был не фэшен тогда. Да, да. Это эска, но она причем мне тупо по колено. Это лонг фит, но это какой-то слишком лонг. Тупо экстра лонг. Я не такой лонг, как эта футболка. Хотелось бы так. Нет, пожалуйста. Теперь и я появилась в твоих видео. И теперь ты не будешь таким идеальным. Блин, ладно. Что ты собрался из ней делать? Мы ее будем, значит, приводить в супер элитную. Она отличная, на самом деле классная. Если бы, знаете, парень был покрупнее, повыше, но хотел бы лонг фит носить. Но покрупнее сюда не влезет все. Она по ширине тебе отличная. Ну да. Ну, короче, есть супер высокие парни, которые хотят лонг фит. Кстати, супер высоким парням лонг фит делает их более, типа, как бы... Пропорционально. Ну, то есть, ты не выглядишь, типа, как просто очень высокий. В короткой кропе топе. Да. Ну, я, в общем, не такой. Поэтому мы решили подрихтовать. Так, мы сейчас будем делать из этой футболки, во-первых, майку. Вот так. Кстати, это тизерочек будущих видео. Только вот так вот. Вот так. Мы будем делать из нее майку, то есть... Причем вэшку. Вот так. То есть, тут горло обыкновенное такое, полукруглое. А мы будем делать вэшечку вот такую. Так, чтобы все волосы на груди были видны. Я вам скажу больше. Все один. В прошлый раз, когда он такое сделал с футболкой, он на ней поиздевался. И он вырезал вот так вот. Просто по кругу. Нет, так. А, тут криво. А я подровнялась с этой стороны. А потом я подровнялась с этой стороны. Подожди. Но получилось хорошо. И я до сих пор ношу эту футболку. Это не делает тебя хорошей. Я до сих пор ношу эту футболку. Это ее не делает хорошей. Она отличная. Все. Пожалуйста. Нет. Главное в футболке принт. Если купил футболку слишком большого размера, то еще не все потеряно. Что ты ей хочешь делать сейчас? Сейчас. Сейчас сначала отрежем вот здесь. А ты померил, сколько тебе длины надо? На глаз. Нет, нет. Реально на глаз. Eyeballing, как говорится. Да, да. Eyeball very much. Вот тут надо... Вот то, что нужно померить, мне кажется... Не пальчиками так меряется все. А что ты предлагаешь? Нужно сложить пополам. Вот так. Вот смотри. Выровнять швы, чтобы оно ровно. Да. По идее, футболка одинаковой ширины по всей длине. Поэтому ты должен... Они и чендем перестираны, это точно. Ну да. Кстати, вот как бы там ни было, какой бы хороший чендем ни был, все равно он превращается в тряпку через пять стирок. Вот. Вот так ты предлагаешь. Я готов. А теперь? Нет. Я готов. Нет. А теперь нужно сложить так. Ты видишь, что у тебя разница почти в полсантиметра. Так это даже тема. А давай наискость. Точно. Все, мы решили. Делаем наискость. Не наискость, а знаешь как? Чтобы... Вот так. Требочками. Нет, ну пожалуйста, жена. Давай сделаем так, чтобы сзади было чуть-чуть длиннее, чем спереди. Это уже слишком сложно. Да? Да. Тогда давай... Чтобы ровно было и красиво. Вот так, чуть-чуть меньше. Нужно пополам сложить и посмотреть, чтобы вот это расстояние соответствовало вот этому. Да? Ну давай. Чик. Кать, ну так никто не будет за мной ходить с линейкой и мерить. Это... Но ты будешь спать и знать, что она у тебя кривая. И так сойдет. Все. Сома, ты выравниваешь под линейку... Да, я выравниваю. ...пульты и телефоны, когда сидишь на диване. А как ты будешь ходить в кривой футболке? Потому что они... Нужно здесь ручкой держать, чтобы она не... Поэтому в этом видео есть ты. У меня мама швея-технолог, если что. Она должна лайк прожать. Она сейчас смотрит и обливается слезами. Твоя мама жмет лайк. Это точно. Потому что говорит, ну ничего себе, какой у меня зять талантливый. Блин. А тут еще какой-то... Кстати, она... Шов у нее идет не по... Не сбоку, как у... Сбоку тоже есть. Сбоку тоже есть. Значит, тут какой-то декоративный еще шов посередине и сзади. На спине. Да, по спине идет. Так. И нужно натягивать, чтобы резалось посередине. Очень не получается, но я не расстраиваюсь. Как-то вообще не совсем то, что я ожидал получается. Но мне кажется неплохо. Уже вот я так вижу, что получилось неплохо. Да. Могло быть и хуже, да? Могло быть гораздо хуже. Если так расценивают, то это успех. Запускаем твою личную марку одежды. Все. Вот это можно будет потом еще использовать, кстати... Уже посмотрите. Что? Криво, обрезал. Кстати, делают вот эти темы, которые вот так потом, знаешь, типа... Вот так, типа... Ну, какую-то можно сшить, типа... Черная повязочка было бы офигенно, правда? Да? Да. Я понял. Поддержка... От тебя одна поддержка. Спасибо, Катя. Так, ножницы мои. Ну, смотри, еще не ревнули. Ну, вот это что торчит? Да, это отлично. Это гранж. А это кто? Выгрыз кусок? Это гранж, Катя. Это свобода и анархия в моей жизни. Она в футболке. Все на что-то способны. Да. Я предлагаю тут просто рукава отрезать, чтобы, типа, вот эта часть была большой. Я понимаю, но смотри. Вот эта часть большой. Просто отпороть, типа, как бы, отпороть рукава. Потому что вот здесь, смотри, вот эта часть, она большая. Отпороть у тебя не получится, потому что... Ну, не, отпороть. Вот, очень близко к тому, чтобы отпороть. Я, в общем, знаю, как делать. Ну, нужно отрезать. Все, мама, подожди, подожди. Ух. Вот так давай держать. Ты хочешь сделать большие проймы или такой ширины, как рукав? Такой ширины, как здесь. И все? Да. А, то есть ты не будешь... Давай сейчас сделаем так. Глубокие вырезы. А потом, если захотим, сделаем еще глубже вырезы. Ну, хорошо. Ну, здесь, типа, вот это... Вот это такой же, как здесь. Да, конечно. У тебя что, рукав такой ширины? А ну, давай, прикладывай. Ну, давай, прикладываем. Смотри, вот шовчик. Да. Не тот рукав. Ой, накачанная грудь в кадре, Катя. Смотри, вот шов. И вот у тебя заканчивается рукава. Не шикурно, звали. В общем, давай тогда пробовать делать. У тебя так будет мальчика такая, знаешь, так раз. Пожалуйста, Катя, сосредоточься. У нас серьезный канал и серьезный видеоклип. Нет. Кто? Видеоклип. Видеоклип. Очередной. Только я могу сбить тебя с толку. Как ты думаешь, подожди, шов отрезать или шов отрезать? Отрезай, потому что там внутри трикотажный шов, который будет торчать. Его все равно придется отрезать. Да, да, да. Тогда надо как мы сделаем? Ну, вообще, в идеале, смотри. Давай ты режь, я держу, ты режь. Смотри, в идеале шов заправить вот сюда, чтобы резать не на расстоянии шва от самого шва, а по нему. Понятно? Знаешь, мартышка сейчас делает вот так в голове у меня. Я вижу рука, я режу. Я считаю, чем архаичнее у тебя получилась футболочка... Хорошо, я просто поприсутствую. Нет, ну ты можешь... Не буду плакать кровавыми слезами. Серьезно, вот здесь вот как-то... Помогу ее здесь кладить уже? Да нет, ну вот здесь держи, пожалуйста. Вот... Нет, сейчас вот здесь. Вот так. О, вот сейчас мы тупо сделаем вообще фэшн полный. Смотри, как получается красиво, правда? Вам не видно, но он жует края. Потому что ножницы не совсем острые. О, вот так бы раньше. А то только разговариваешь, а... О! Йоу! Я уже вижу, это будет эпично. Вот рукав был, и теперь он здесь. Можно его тоже попробовать на голову натянуть. А вот теперь как бы важно было бы, чтобы... Неплохо было бы одинаково, да? Вот рукава важна. Тут как бы не важно. А рукава как бы немножечко важна. Нужно что сделать? Ну давай... Катя, ты должна помогать. Ты жена для помощи мужу. Вот, вот здесь складываем. Скажи, сколько мы знакомы? Одиннадцать лет? Да. Сколько из них я тебя не троллила? Лучше одиннадцать лет моей жизни. Он всегда говорит, Катя, не тролль меня при людях. Это слишком жестко иногда получается. Нет. Подожди, тут не совсем ровно, и оно можно... Вот это не ровно. Или это я отрезал так? Вот это ты так отрезал. Смотри, вот это нужно сложить, чтобы совпадало. И здесь. Как-то... Вначале эта затея оказалась мне... Оооо, более прикольной. Катя, ты тут слишком натянула. Посмотри, сколько я отпонахал рукава. А там так же. Мы сейчас можем сравнить эти рукава, и я просто выгляжу очень плохо. Вот, смотри, насколько больше здесь, чем тут. А, ну это первый рукав, или второй? Первый. А, это второй. Это второй. Смотри, сравниваем. Знаете, футболка косая. Очень косая. Я думаю, она просто кривая была. Ну смотри, у тебя тут и есть разница между... Вот эта верхняя часть, у тебя вот эта торчала изначально. Может, вот эта обрежешь? Видишь? По-нижнему. Типа, вот так после жить, да, просто... Ну, теперь я делаю хуже. Оно такая гранжевая была, а теперь я делаю ее слишком... Дай пуджу, он ее так... И он сделает ее гранжевой. Так, пока... Все? Пока хорошо. Очень чувствую результат отличного. Может, не будем вырезать горловину? Давай примерим. О, Господи, вот это нормально. А здесь ты мне помогала, Катя. Боже, посмотри, что за рачизм получился. Я в шоке с тебя. Ты резал. Ты держала, я резал. Ты резал. Посмотри, я как вареники лепил здесь. Подмышками. Ёж ты. Катя, сейчас ты будешь сравнять, серьезно. Я нет. У меня с симметрией все плохо. Очень плохо. Даже елочку не способна нарисовать. Ничего, нормально. Не думаю, что все поте... Вот это я еще тоже отрежу, потому что... О, это эпичный момент, когда Сема отрезает бирки. Это меня раздражает. Он обычно отрезает бирки сбоку футболки, и там потом получается дырка. Все равно, пускай будет дырка, но зато без этого ада. Это просто... Бирка, она растет из преисподней просто в футболку. Просто мне кажется, смотри, здесь прикольный такой кантик закрученный. Да, горло тут прикольное. Я бы не резала. Да, сейчас резать нужно горло там, где оно ужасное. А здесь оно типа такое, более-менее стильное. Да. Так, сейчас вернусь. О, вот это найс! Как я выгляжу, пацаны? Плечико там, я видела, помялось. Пацаны? Симметричненько? Йоу! Повернись ко мне. Йоу! Ну, вроде не сильно. Йоу, смотри! Да, прикольно получилось. Я тупо вообще... Ты еще не совсем потерян. Вы можете отправлять мне свои футболки, значит, это будет кастом из кастома, просто самый кастом. Ну, зацените, любая футболка, которая у вас уже завалялась где-то и она реально не нужна. Тупо режешь ее, особенно лето, сезон лето, весна, осень, зима. Вот этот сезон, да? Вот этот сезон, который сейчас. Можно сразу стать очень fashion, потому что это, знаешь, это немножечко анархия в твоей жизни. Не помешает. Была футболка, стала майка. А тут, смотри, вот тут, если так смотреть. Кстати. Она, кстати, закручивается теперь. Да, и как горловина получается. Ну, кстати, надо вот это еще порешать. Это, это просто против законов. Нет, 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 ты режешь! Против законов природы. Он режет шов, и там сейчас будет дырка. Или ты не отрезал шов? Все, я тупо миллиметраж. Нет, там уже началось шов. Все, типа здесь будет вообще, значит, все такое ужасное. Катя, это мне... Хорошо, что немного отрезано, что оно будет заворачиваться и будет нормально глить. Да. Удачно, очень видно. Йоу, смотри. Йоу. 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 Мою здоровую раму видно, любимая? Да. Спасибо, что ты меня поддерживаешь. Если бы не ты, если бы не ты, больше мы ничего не делаем, потому что я не уверен, что это видео... Давай еще джинсы. Джинсы мы порежем в следующем видео. А если люди нажмут лайк и скажут, нифига себе, я был бомж, а теперь я сделал свою футболку, порезал ее футболку и стал реально стильным. Я надеялась уничтожить еще немножко твоей одежду. Да, надейся в следующем видео. А вы, если порежете футболку, вот это было бы, знаете, высшая похвала учителю. Это когда его ученики скидывают в твиттер фотографии своих творений. Достижений. Да, достижений. Вот, знаете, давайте вот свои крутые кастомные футболочки быстренько мне в твиттер или куда-нибудь. Спасибо, что смотрели. Прожимайте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно подписывайтесь на канал, иначе я буду резать, пока не подпишитесь. Пока не подпишитесь, пожалуйста, я вас прошу, подпишитесь. Это, кстати, очень, очень может быть стрёмно. Он закончится своей одеждой и переключится на мою. Всем пока. Пока.